Друзья, немножко поговорим о тишинных словах. У меня, например, я в последнее время стал материться, неплохо так вставляю в тему, как говорится. И дочь свою по поводу этого ничего не третирует, потому что вся молодежь, они матерятся. Просто, если вы, как говорится, придерживаетесь не материться, у вас уши повянут, как матерятся подростки. И я ее не контролю в этом плане, мы с ней сидим материмся. Самое, что интересное, что такое матершинные слова, откуда это возникло, да, и почему это плохо или нехорошо, или хорошо, или нехорошо, короче. То есть, что такое вообще слова? У тебя изо рта вылетают звуки, все равно, что у тебя из задницы выходит звук, допустим, пердежа, да, или звук отрыжки. Почему это плохо-то? Это естественные функции. У тебя выходит звук, твоей фон, естественные функции, из жопы выходит газ, да, или изо рта выходит отрыжка, там, излишний газ или все что-то, да. Почему это плохо, почему это, блин, кто-то тебе сказал, что это плохо. И тебя взяли, естественную функцию твою ограничили. Пердеть, блядь, плохо, рыгать, сука, плохо. Почему, блин? Это естественные функции. Матершинные слова, любые слова, они не бывают ни хорошие, ни плохие. Это просто звук. Это все равно, что звук, стука там молотка, звук еще чего-то, да. Вот он просто вылетает и остается, просто улетает в пространство, да, оно просто вылетело и исчезло. И как это может быть плохим? Это же не то, что там, допустим, кто-то насрал кучу говна у тебя перед носом, и оно лежит, воняет. Это просто звук, он просто вылетел и исчез. Исчез в пространстве. Он даже не видим для нас вообще никаким образом. Вот. Если бы эта куча говна вылетала, да, короче, изо рта, говорит, и которая упала тебе в тарелку или все куда-нибудь, я понимаю, это было бы расстройство, как говорится. Здесь просто звук. И как звук там пердежа, отрыжки или матершинные слова, да, это тоже все программы. То есть, есть программа, которая тебе, допустим, с детства закладывается, что так можно, а так нельзя. Потому что, например, китайцы, отрыжка, это у них признак того, что ты как будто бы, ну, благодаришь хозяина, кто это приготовил, или там жену, еще кого-то, что это вкусно. А потом из своих знакомых, кто в Германии жили после военной войска, когда выводили из Германии советские, они рассказывают, что немцы сидят и срут за столом во время еды. То есть, для них это норма. Но, смотрите, немцы те же самые, они те же самые белые люди, да, но если у них норма срать, почему у нас нет такой нормы? То есть, значит, кто-то просто эту норму установил. Это программа. Здесь программа работает, там она не работает, у них нет такой программы, у них другая программа какая-то, допустим, да. А, там, у американцев, если фильм посмотреть, да, они там ноги на стол засовывают. Ну, как, блин, ноги на стол, но неудобно. Вот. У них вот такая программа. У китайцев программа, там, чавкать или еще что-то. И везде так по-разному. То есть, это все программы. Эти программы закладываются матрицей, закладываются пространством, закладываются людьми и так далее. То же самое с матершинами словами. Они закладываются религией, они закладываются обществом, еще где-то. Помните, как мы матерились в подростковом возрасте, мальчишки особенно. Мы матерились, это вообще жесть. Особенно, когда мы узнали, что такое матершинные слова. Мы просто вот одними этими словами матершинами говорили. И смотрите, как это было интересно, а. И вот материться-то вот я только недавно перестал, да, потому что у меня эта программка-то сработала, что это плохо. В подростковом возрасте она была такая запретная, это было интересно. Мы матерились вообще капец. А потом она раз и сработала. Это программа. Вроде как нету. Зло. Нехорошо. Потом я эту программку убрал. Остался внутренний какой-то дискомфорт такой, да. Червячок такой. Сидит такой. Но он уйдет. И самое, что интересное, эта программа, скорее всего, заложена, больше, чем я в этом уморе, уверен, она заложена церквью. Все матершинные слова, они связаны с гениталиями. То есть, все, что соития, то есть, процесс соития, описание тех или иных половых органов, процесс слияния тех или иных половых органов, да. То есть, это все связано с гениталиями в том или ином виде. Почему церковь? Потому что у церкви первородный грех. Первородный грех, это у нас, то там, Адам, Ева и все остальные, да. То есть, если ты потрахался, если ты там сделал детей, еще что-то, это грех. И отсюда пошла вот эта хрень. Мы видим, что описание половых органов, это плохо, потому что это грех. То есть, то, что естественно, это грех. Пердеть нельзя, жопу на замок, пробку в задницу, пробку там, чтобы не пердеть, чтобы не рыгал, да. Ну, что за хрень-то? То же самое здесь, со словами. Это просто слова. Они не могут быть ни хорошими, ни плохими. Это программа. Она вот сидит у тебя внутри, вот эти программы. Программ их просто тысячи. Все, что ты можешь, блин, придумать и увидеть. Все, что ты скажешь, кто ты есть там. Тебя спроси, кто ты. Ты скажешь, я человек там, еще что-то. Блин, это вот все, что ты скажешь, это все будут программы. Которые тебе навязала система, общество. Твои книжки, твои родители, твоя школа, твой садик, короче, все. Убирай программу. Выходи из матрицы. Это все матрица. Самое, что интересно, не в том плане, что тебе надо выйти как Нео, да. Ты должен просто эту матрицу увидеть. Ты должен видеть ее. Ты можешь находиться в матрице и играть в нее. И ты будешь видеть все. Ты просто будешь видеть весь этот код. Вить код, читай матрицу, играй в эту игру. Наслаждайся ей. Потому что если ты не будешь наслаждаться, ты будешь страдать и мучиться. Нахрен тебе страдать. И матерись прям, блядь, вообще прям по-черному. Если у тебя есть такая программа, начни материться. Оно уйдет, конечно, чтобы дискомфорт людям не создавать. Но ты знаешь, что ты в любой момент можешь это использовать, когда захочешь. И у тебя не должно быть этого дискомфорта. Когда есть дискомфорт, значит, есть, работает программа. И так везде. Если есть дискомфорт, работает программа. Программа. Ты в программе.